Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале. Это канал о здоровье, тренировках и жизни. Канал You Can All. Друзья, сегодня я хочу вам поделиться, да, немножко частью своей жизни. Это будет в видеорежиме влога. И расскажу о нашей поездке в Беридянск как местный, да, то есть я просто раз в год, полтора, чаще не получается в последнее время. Приезжаю к родителям, проведаю, да, их. Вот этот раз мы решили сделать это на машине. Это первую жизнь у моей, такой экспириенс, чтобы так поехать так далеко. Потому что на самом деле дорога заняла, я уже знаю, я нахожусь уже в Киеве. Это я сейчас видео записываю после уже нашей поездки. Дорога заняла около 2000 километров все вместе, туда и обратно. То есть это очень долго, это через всю страну. Я понимаю, что мало кто, в принципе, готов будет поехать с Киева в Беридянск просто ради моря. Как бы, я понимаю, что это не сильно, наверное, популярная такая прям поездка. Да, скорее люди поедут куда-нибудь поближе уже. Вот, но я тем не менее расскажу, поделюсь своим опытом. Расскажу видео все про дороги, про пляжи, расскажу про крутые места, которые нужно посетить, если вы на машине или даже не на машине. Ну, на машине, конечно, буду гораздо удобнее. Покажу очень классные места, где интересно просто понаходиться, да, почувствовать атмосферу города. Там настоящая такая рыбацкая атмосфера, я даже сказал, потому что Беридянск, это в первую очередь город рыбацкий, вот, а не туристический, потому что там очень много рыбаков и очень многих это кормят, поэтому будет очень интересно. Видео постараюсь сделать максимально коротким, но, возможно, одну часть, возможно, две, посмотрим, как получится. Но это будет очень коротко, по сути, и поделюсь очень интересными местами с вами. Погнали! Итак, я решил отогнать машину на паркинг, и, конечно же, меня застал дождь, поэтому я решил записать финальную часть этого видео именно здесь, да, вообще, и рассказать о самом видео, записать отсюда. Смотрите, друзья, вот сзади у меня кресло, кстати, автомобильное, это так выглядит, если снять с него сверху чехлы, да, мы взяли постирать, то есть, видите, там пенопласт. Не дешевите с креслом, берите хорошее кресло, мы отдали предпочтение американской фирме. У нас их два есть, одно переносное, одно такое, то есть обязательно думайте о безопасности. Обязательно, чтобы в машине были подушки безопасности, чтобы было автокресло, это просто, вы не должны смотреть, что там закон, не закон, вы должны думать, прежде всего, сами, это безопасность ваших детей, да, так как видео будет, оно, видео, это именно про путешествия с детьми, и это очень важно учитывать, да, вот эту безопасность. Итак, какие пляжи же нужно посетить в Бердянске? Смотрите, какая история, я не люблю вообще купаться в заливе Бердянске, так как, посмотрите, мое первое видео про Бердянске, я там рассказывал о том, что есть залив, да, и есть открытое море, которое я больше люблю, там где пляж Верховая, мой любимый пляж, там где коса, куда многие люди ездят, да, но заливе в этом году мы купались, почему, во-первых, потому что ребенок с нами был маленький, и ему там легче, потому что глубина небольшая, а второе, там было меньше медуз, то есть их, в принципе, практически не было там, в то время, как на открытом, в открытой части Бердянска, там на открытое море, там было очень много медуз, вот, поэтому медузы очень больно кусаются, они уже второй год, второй сезон уже в Бердянске, поэтому это нужно учитывать, итак, по Бердянскам, по пляжам в Бердянске, которые в заливе, я бы отметил, это детский пляж, там где мы были, детский пляж, это возле порта находится, туда удобно приехать на машине, паркануться там где-нибудь рядом, второй пляж, это Зержинец, туда уже не так удобно доезжать на машине, но там тоже, если вы рано утром будете приезжать, а мы приезжали примерно там полдевятого, на пляж, в девяти мы уже, наверное, покупались, и уже собираемся домой, девять где-то вот так, примерно, вот, поэтому Зержинец, если захотите поехать на пляж Ливский, можете поехать, там, кстати, больше глубина сразу же при входе, но там очень тяжело парковаться, и очень много людей там ходит, они считают себя королями этих дорог, ну, в принципе, люди там живут, там частный сектор, они правда привыкли, что этой дороги, это их не тротуары, потому что тротуаров там нет, это, в принципе, так и есть, поэтому ездить там довольно сложно из-за пешеходов, ну, можете туда поездить, мы там были только один раз, то есть, вот эти три пляжа, детский, Дзержинец, и, а, третий, я не сказал еще, да, третий пляж, это пляж Малибу, вот, о нем будет видео дальше, пляж Малибу, находится на АКЗ, очень классный пляж, можете его тоже себе добавить в список, он мало распространенный, мало людей там, в принципе, о нем знают, но, действительно, очень классный пляжик, и можете там нормально провести время. 9.30, пляж Дзержинец, посмотрите, сколько тут людей уже, и вот мы тут уже где-то, сейчас будем уходить, уже где-то час, и людей было очень много, с самого утра, но зато здесь нет медуз в этом сезоне, но мелко, очень мелко, а на Косе есть медузы, но там вода попрохладнее, есть медузы, и меньше людей. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Что, друзья, по-любому еще один пляж, это пляж Малеку называется, единственный, наверное, пляж в заливе, где есть туалет, общественный, бесплатный, можно пройти в туалет, а я не очень доверяю пляжам, на которых нет вообще туалета, то есть, можете додуматься, куда люди обычно ходят тогда в туалет, если его нет, на пляже, да, выбора, что да, остается немного. Что, сейчас хочу немного на брусьях позаниматься, нужно поддерживать себя в форме, даже на отдыхе, дальше видео расскажу об этом пляже побольше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, мы не поехали в этой поездке, но с малым решили все-таки не ехать, не такая уж, как бы, не так уж это было, в принципе, просто поехать с малым туда, и я работал, и было не так уж много времени, чтобы этим заниматься, но есть очень классные пляжи в районе села Новопетровка. Это, когда вы приезжаете из Старой Петровки, там будет Новопетровка, и вот в этом районе вы можете найти интересные пляжи, интересные там места, сочетание гор, например, и пляжа, это может быть довольно необычно для Бердянска, в принципе, ну, это как бы не Бердянск уже, это чуть дальше, да, надо проехать, но на машине это можно сделать очень удобно, и открыть для себя какие-то интересные места, там может быть очень мало людей, то есть еще один из пляжев может быть вот возле Новопетровки, я покажу в этом видео с Google Maps, и вы посмотрите, как это выглядит, фотографии с тех мест. Так же самое вы можете себе взять еще на заметку пляжа в районе Верховой, но в районе Верховой не на самой Верховой, это мое любимое место, пляж на Верховой, а вот в сторону как раз села Новопетровка, вот Верховой, там есть такой район Макарты, вот район Макарты, это дачный такой район, Бердянский, ну, очень много людей там дачи, и люди там живут, некоторые постоянно, да, вот в районе Макарты можете еще поискать, поизведывать пляжи, возможно, там будет не очень хорошая дорога на машине, я туда не проезжал, да, и возможно, там будет много комаров, но места там точно будут дикие, и мало будет людей, и ощущение природы, дикости, что там будет мало людей вокруг, если вы такое любите, то, в принципе, я вам очень рекомендую это тоже сделать, я покажу в этом видео фотографии этих мест. Смотрите, да, друзья, еще по поводу развлеков в Бердянске вообще, смотрите, особенно с детьми, да, вот точно покатайте своих малявок на машинках, которые на пульте управления, да, это стоит 50 гривен на данный момент, 5 минут, да, вот вы с пульта управляете машинкой, но детям это так нравится, и если дети хорошо себя вели там на вашем отдыхе, то вы можете порадовать своих малявок таким образом. Второе развлечение, и оно, наверное, должно было быть первым, очень хорошее, очень классное место, прям удивили, я хочу сказать, что так сделали в Бердянске, не ожидал, в торговом центре Дель Мар есть детский развлекательный центр, посмотрите на видео, какие там классные есть развлекухи, у меня малой там не вылазил часа 2 или 3, наверное, на самом деле, это можно хоть целый день находиться, довольно доступная цена, там, несколько сотен гривен, и хоть целый день вы там можете находиться, там все безопасно, все мягенько, все продумано для детей, чтобы они там получали удовольствие от жизни, и вам там тоже будет хорошо понаходиться, да, допустим, если вы днем не знаете, чем заняться, да, например, я когда работал дома, я программист, да, я работал дома на удаленке, все 3 недели, что там находился, не скажу, что это, кстати, сильно легко, на самом деле, может многим кажется, что это очень классно, кому как, мне тяжело так работать на удаленке, особенно когда рядом море, когда рядом семья находится, хочется нормально отдохнуть, хочется поехать куда-то нормально отдохнуть, чтобы там, не знаю, о еде не думать, о готовке не думать, квартиру это не снимать, все, но такой вариант тоже имеет место быть, потому что, в принципе, когда ты не можешь взять отлаз, да, то ты можешь просто на удаленке поработать, и, в принципе, даже такое себе приключение замутить, и вот, мне это, правда, заняло из 3 недель, Два выходных в одну сторону мы ехали, два выходных в другую сторону мы ехали. То есть тяжело довольно физически ехать, столько долго. И как бы ты не отдыхаешь, да. Но ты меняешь обстановку, и это приключение. Так вот, когда я работал, то моя жена, она ходила, допустим, днем с малым, когда я работал там спокойно. Вот, допустим, вот в этот торговый центр, где я развлекались, вот в этом детском развлекательном центре. Очень классное место. Ну что, давайте я вам покажу наше жилье. Мы остановились на арендованной квартире, где-то, наверное, минут пять идти до моря отсюда пешком. То есть кто разбирается, это прямо возле колеса обозрения очень близко. Вот. И квартирка мы искали буквально один вечер. Нам очень помог риэлтор найти эту квартиру. Я сразу говорю, я ни с кем не сотрудничаю, ни с какими риэлторами. Просто хочу показать, вот какое реально жилье мы сняли. Скажем так, срочно съехали, нашли быстро жилье. Стоит цену, скажу, в конце этого видео, как обычно делают. То есть это однокомнатная квартирка с балкончиком. Здесь, как для меня, по-моему, все очень комфортно. Я ничего не готовил для этого видео. Просто вам покажу, какие бывают квартиры. Если надо, оставлю под этим видео еще эту квартиру и номер этого риэлтора, которая нам помогла ее найти. Может, вам тоже понадобится такая квартира. Смотрите, рядом с этой квартирой находится Приморская площадь, центральный универмаг. Здесь рядом отделение полиции. То есть это спокойный, нормальный район. Можете спокойно здесь арендовать квартиру. Мы здесь вот с малым вообще, да. Есть где, в принципе, поставить машину. Где-то рядом, во дворах, не проблема. Здесь вообще, в принципе, в городе нет проблем с паркингом. Вот, квартирка, смотрите, днем может быть жарковато, потому что солнечная сторона. Но здесь есть кондиционер, все нормально охлаждается. Аномальненько, быстро охлаждается квартира. Ну, как бы, абсолютно нормальная квартира за свои деньги, я считаю. Дальше я покажу вам самую квартиру. Такая душевая кабинка. Раковина. Можно вот бритву вставить, да, включить. Езди побриться. Набольшая полочка. Душ под лесной. Полотенце-стушитель. Вот так выглядит рабочее место программисты. На удаленке. Такая небольшая кухня. Холодильник, еще бойлер, стиралка, все есть. Телевизор. Сегодня придут подключать кабельное. Ванна. Прихожая такая вот, этажерка для обуви. Ну и шкаф. Огромный шкаф, который вот, если надо, зашторивается. Здесь вот просто мы вещи побросали, мы здесь на пару дней будем переезжать. Вот такой здесь шкаф. Видите? Если надо, можно зашторить. И будет вообще вот так это выглядеть. Одна кровать раскладная и другая двухместная. Мы сдвинули их вместе, потому что у нас малой спроси спид, да? Да? Малой. Дай. Тебя в кино показывают. Скажи привет-привет. Дай. Красавчик. Ты ешь? Угу. И выход на балкон. Такое прозрачное. Окна в пул. Второй этаж. И окна выходят на садик. Ну, отлично. То есть в окна никто не будет заглядывать. Кроме сотни детей. Теперь, друзья, смотрите. Еще посетить обязательно, вот, по поводу еды, да? Покушать что-нибудь. Я очень советую вам пиццерию Немо. Это, кстати, тоже ориентировано на детей. Заведение. Друзья, очень классное место, потому что там, во-первых, делают коллектив, который там работает, делает это место. Они очень внимательны к детям. Там Малого, например, пытались, когда он нервничал, ну, Малой же сейчас три года, ему довольно сложный период у нас проходим мы. И когда он еще нам что-то им там не нравилось, да, то они пытались его даже как-то завлечь. Они пытались его повезти на кухню, показать, как готовится пицца. То есть какие-то такие интересные моменты и уделяли внимание ребенку, да? И, ну, по поводу еды, там очень вкусная пицца, она огромная, она классная, там, с листиками базилика, например, сверху они добавляют базилик. Это очень классная приправа, она очень делает вкусный такой запах, приятный аромат. И очень большая пицца, доступная. Опять же, можно посидеть, расслабиться. И с детьми особенно рекомендую это место вам посетить. Смотрите, друзья, по поводу дороги, да, почему мы поехали через Полтаву вообще? Смотрите, через Полтаву сложно найти хорошую дорогу. Вот от Киева до Полтавы она хорошая, но вот от Полтавы и ниже туда, в сторону Днепра, в сторону Запорожья, по-моему, в любом направлении она плохая, да? Вот. Ну, те куски, которые показали вам в видео, возможно, вас, конечно, вообще ужаснут, да? Это отрезок был от Новомосковска до Запорожья, такой отрезок. Почему Полтава? Потому что Полтаву хотелось давно посетить, это очень интересный городок. Я просто понимаю, что оно не сильно надо подписываться в видео про Бердянск и еще про Полтаву вам показать, но я очень коротко покажу, не знаю, как на это Ютуб отреагирует, потому что видео будет все-таки про Бердянск, а не про Полтаву, да? Но этот город тоже достоин вашего внимания, мне очень понравилась атмосфера в этом городе, ощущение, как будто даже Западная Украина какое-то вот такое, мне очень нравится на Западной Украине. Вареники с картошкой, с грибами, да? Очень крутая обстановка, очень крутая улица вообще, в Полтаве, в центре, очень классное место, мне реально очень нравится здесь. Ну, конечно, нужно расслабиться после долги с пивом, потому что 8 часов за рулем, это было очень жестко, очень. Смотрите, друзья, тут вареник, он как какая-то булочка, взбитый, это как пирог какой-то, скорее, воздушный какой, и внутри грибы и картошка, и очень вкусно, необычно, я ничего похожего никогда не ел вообще в жизни, просто зашли случайно, попали вот возле нашего отеля, такое заведение интересное, очень рекомендую, приходите сюда, очень вкусно. Единственное место, где я могу выпрямиться в этом номере, потому что у меня есть такой угол на клонах, но жена попала в кадр, в общем, остановились тут в Полтаве, по пути в Киев, потому что нужно превращать путешествия и приключения, правильно? Вчера посидели вечером здесь кафешки, поели, 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 галушек мы поели, да? Вареник. Вареник поели, но вообще там фирменное блюдо, это галушки, я вставлю в это видео, покажу. Сейчас хотим хоть и погулять по городу, посмотреть, прям, мы прямо в самом центре находимся, хостел называется Dream Hostel. Это вот в отеле можно заказать дополнительно, даже гель или шампунь, например, не входит в комплект, но тем не менее, стоит копейки, очень просто это все докупить. Здесь мыло такое вот, все очень круто, прилично сделано. Душко пина, полотенце-сушитель, электрический пен, полотенце, конечно же, немножко усталший порожек, козер вот там на полу, очень шумный выход, конечно, здесь окон получился, ну полночи люди там орали под окнами, там, не знаю, что-то там кричали, в общем, мне показалось, что полночи я не спал, но оказалось, что я нормально выспался. Здесь малой, должен был спать, по идее, здесь две такие кровати, одна большая. Здесь такой наклон, я нигде не могу выпрямиться, но все равно очень круто, мне нравится. Даня, тебе нравится здесь? Да, очень. Реально очень классно здесь, у нас номер получается family room, здесь все вместе в одном номере, душ, я уже показал, да? Ну, здесь есть хостел, обычные места там, где душ будет в коридоре, да? Там есть постерушки, там есть кухня, ну, все как хостел, в общем, очень, очень на высоком уровне, очень хорошие отзывы на букинге, я не обзорщик отелей, поэтому не буду там сильно, тут все дотошно смотреть, примерно вы посмотрели, очень прикольно, и в центре нормальная цена, в районе 800 гривен обошелся этот номер нам за сутки. центральный парк, прям в трех минутах пешком от нашего хостелла. Я знаю, я знаю, я знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Что ты говоришь, Даня? Я знаю. Я знаю. Это что значит? Они... Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Думаю, что вы все поняли. Смотрите, мы все еще в Полтаве гуляем по центральной площади. За три недели в Бердянске не было времени рассказать, в общем-то, про то, что в Бердянске там места крутые и все такое. Смотрите, что мы посетили на машине в Бердянске. Короткое по делу, да? Ветряки. Очень рекомендую поехать посмотреть ветряки. На машине-то недалеко, там в сторону Приморска. И очень, ну, там просто ветряки будут стоять, на самом деле. Просто ветряки, но мне такие штуки нравятся. Это инженерное сооружение очень интересное. Они огромных размеров, очень круто. Поэтому я советую пункт номер один, это ветряки. Смотрите, друзья, еще очень рекомендую вам посетить в Бердянске первую дамбу, которая находится в сторону АКЗ, как ехать, там улица Набережная, недалеко от Бомза, но и между АКЗ и Бомза, или районом Азмов. Смотрите, там находятся корабли, рыболовецкие судно, там среднее рыболовецкое судно СРС, малое рыболовецкое судно МРС, очень интересная атмосфера, такая рыбацкая, там вот эти судно посмотреть, кому нравится, опять же, технику посмотреть, я думаю, мужикам очень зайдет. Очень рекомендую туда тоже поехать. Это место будет, наверное, даже топ-1 в моем списке, вообще, куда вам нужно поехать, Бердянск обязательно. They are free to roam above the sea And this story stays with me Like a haunting melody What do spirits say? What do spirits say? What do spirits say? А я? Что это? А я? Карабы Тоня Старый уже на работе Стоит Ну как стоит Стоит Да А я без ду А я без ду Это корабль Кормит рыбу Рыбу Сижу в парке в Полтаве В центральном Давайте поговорим немножко о дороге Потому что влог такой информативный я хочу сделать Не просто там Языком лепетать Да как многие любят Влогеры Блогеры А по делу Как я люблю Смотрите по дороге Вот в Полтаву Из Полтавы дорога все равно плохая Как бы то вы там не ехали Вы попадете на плохие участки дороги Но это пока Процент 80% дороги наверное с Киева Бердянск было все таки реально очень хорошее Особенно Запорожье до Бердянска С Киева до Полтавы Очень классно Запорожье до Днепра Хорошее Если ехать правильно Так как мы ехали обратно Запорожье До Днепра Через Каменское А с Каменского мы поехали на Полтаву С Каменского на Полтаву был ужасный участок трассы Очень плохой Но там было очень зато красиво Днепр Вот А когда мы ехали с Киева в Бердянск То мы поехали с другой стороны Мы поехали через Полтаву Тоже Киев-Полтава Потом В Новомосковск И с Новомосковска-Запорожье Это большая ошибка была Нас навигатор вейс так повел Очень классный навигатор Но он сократил нам дорогу И повел по просто аварийной дороге Мне еще говорили Туда не едь Я все равно поехал Ставлю видео Фотографии с того места Там я такого не видел Я не думал что такое даже бывает Там просто Ну как после бомбежки какой-то Я ехал там 30 км в час До Запорожья Вот такой участок был единственный Туда больше не суетесь Может поремонтируют конечно Не знаю Я оставлю под этим видео Вот эти все маршруты Как мы ехали Где можно ехать Где нельзя ехать Да? Сейчас Такой план Погуляем по Полтаве Что-то покушаем Кофе попьем И будем ехать на Киев Потому что Ну что пораньше приехать И не попасть в какие-то пробки в Киев Потому что проехать один Киев Можно занять 2 часа спокойно А то и 3 часа Вот А в целом конечно круто ребята Путешествуйте Это очень классно А ну того стоит Друзья Обратите также внимание на очки Я очень вам рекомендую купить драйверские очки Очки для водителя Специальные такие То есть у них определенный фильтр Который Позволяет вам четче видеть предметы Во время того Когда вы сидите за рулем Теперь друзья Давайте подведем какой-то итог этого видео Да? Вообще В целом Какую-то такую финалочку Да? Хочется записать Смотрите По поводу Бердянская То есть да Видео названо было не просто так Там типа громкими словами Действительно Действительно Могут быть у вас проблемы с отдыхом Ну По факту Смотрите друзья Мы столкнулись С огромным количеством комаров Просто вот Я жил в Бердянске Очень много лет Больше 20 лет Я прожил в Бердянске Родился там Очень редко бывает Так много комаров Как в этом году То есть если вы например Останавливаетесь вечером постоять На вас может сесть Там например 40 комаров одновременно И от них невозможно ничего сделать Не помогают никакие средства Мы их на себя литрами лили И везде там На шее там Чуть-чуть становится легче Но тем не менее все равно нет То есть нашествие комаров В этом сезоне невероятно Если вы едете с детьми Возможно вам стоит задуматься Да я понимаю Что мне хотелось бы Чтобы люди ездили в Бердянске побольше Но я говорю правду Потому что Ну вы мне во-первых доверяете Да Тех, кто меня смотрит И я бы не хотел Чтобы вы попали В такую неприятную ситуацию Смотрите комаров Очень много Баранов Это мэр города Пообещал Что-то там Возможно Потравят они Что-то там Пытаются что-то исправить Но Баранов считает Мэр города считает Что это Естественная обстановка И что Комаров так много Иногда бывает Возможно Я не эксперт по этим вопросам Скажу что комаров Действительно очень много И это может быть Большой проблемой для вас Если вы с детьми Мы например Вечером из-за этого Просто не могли вообще выйти Мы скажу так Мы ни одного вечера не вышли никуда То есть мы не посидели Ни разу в кафешке Хотя лето Да хочется вечером Допустим я бы мог После работы вечером Ну как мы думали Мы будем делать После работы вечером Там ты не на машине Пошел Не знаю Выпить Что-нибудь Расслабиться В кафешке Какого-нибудь Бокал вина Или бокал пива Расслабиться Посидеть Что-нибудь вкусненькое То есть вот этого всего Не было за три недели Ни разу Потому что просто Мы не могли себе этого позволить Из-за комаров Они сжирали Ну а в помещении сидеть Конечно неинтересно Теперь смотрите Второй момент Медуза Медуза как было много В том году так и осталось Их стало меньше Но их все равно очень много И когда я ужал Их стало еще больше Когда волна их становится Как-то поменьше Вот на верховой На открытом море Их было больше В заливе в этом сезоне Но когда я ужал Вот отец Несколько дней потом Ходил купался И мы созванивались Он говорит что Медуз стало много Уже и в заливе И более того Еще иногда Когда допустим Проходят минимальные там волны То очень много Водорослей наносит Очень много водорослей Которые как болото Там на берегу Но Городские власти Должны сказать Все таки пытаются Это расчищать Это не всегда так быстро Как хотелось бы конечно Но они пытаются это делать Может Опять же Если вы на машине не проблема Вы сели Поехали на другой пляж Если вы не на машине Сядьте на такси Поедите на другой пляж В автобусах сложно Особенно с детьми Это может быть очень сложно Они ездят очень медленно Поэтому одна из причин Почему мы на машине приехали Потому что транспорта там нет В первой части видео Я рассказывал Про проблемы с такси Что там Проблема автокресла Прицепить и все такое Поэтому посмотрите Первую часть видео Она была совершенно О других вещах Во первых И она дополняет Это видео однозначно И она до сих пор актуальна Я думаю Еще лет 10 вперед Это точно Теперь Друзья Еще Просто стихийно Какие-то стихийные вещи Происходили в бердянске В этом сезоне Еще было нашествие божьих коровок Это правда Действительно Не только в Бердянске Это произошло Их было сотни То есть Мы приехали на пляж И их просто было сотни Они облепили нашу машину Они облепили нас Мы пришли на пляж Мы постояли Нас облепило полностью Этими божьими коровками Малой испугался И мы просто уехали Из этого пляжа Как раз это было на пляже Малибу Но мы сели на машину Поехали на другой пляж И там их не было вообще То есть просто будьте пластичными Если что Ну если вдруг опять это повторится Этим летом Я такого не видел вообще никогда Это ну что-то очень необычное было На самом деле друзья Ну вот такое тоже бывает Природа такие Преподносит сюрпризики Итак Смотрите друзья Несмотря на все это Да Если вы допустим Ну вот это реально Может быть в этом сезоне Это же не каждый сезон Там так бердянский Да То есть смотрите друзья Может вам покажутся Еще допустим Большими цены Да бердянские Вот я снимал в среднем квартира Стоит 600 гривен Да И 600 или 700 Там 500 гривен Вот такой диапазон Друзья У них такие цены За жилье Если вам будете говорить Почему так дорого У них так дорого Потому что у них тарифы Очень-очень большие Тарифы на воду И вообще большие Коммунальные тарифы В городе бердянск У меня там родители живут Я знаю о чем я говорю Друзья им действительно Не сильно выгодно Сдавать квартиры Потому что вы же купаетесь После моря Приходите несколько раз Купаетесь Снимаетесь там песок Пытаетесь мыть себя соль Это все им очень дорого стоит В городе есть только холодная вода Вы знаете Горячей воды там в принципе нету И это все дорого Для тех Кто сдает квартиры Поэтому такие цены Войдите в положение тех Кто вам сдает квартиры И не надо возможно там Расстраиваться Из-за таких цен Поймите они Не так уж много на вас зарабатывают На самом деле И так Подводя итоги Смотрите в целом Мне все равно Ну конечно в целом Мне понравилась Такая поездка Она тяжелая физически Но это интересный был опыт На самом деле Для процентов 80 дорог В Украине Уже довольно хорошей В довольно хорошем состоянии Находится Да есть участки В ужасном состоянии Просто отвратительном Опасном Аварийном состоянии Куда лучше вообще не соваться На машине Но большинство дорог Все таки хорошее Это интересный опыт Так далеко проехать Да вот я на данный момент Через всю страну я проехал Я не так давно за рулем В принципе И для меня это был Прямо опыт Вызов Какой то челлендж Самому себе Но я был уверен В своих силах Потому что я очень много До этого ездил за рулем И я знал что у меня Семья будет в безопасности Потому что я Много этому времени Уделил и буду уделять дальше Теперь смотрите Вот просто даже Сменить так обстановку Когда допустим Я вот поехал Я как бы работал Да получается Я же не сильно там отдыхал Ну там То есть Работая на удаленке Все равно Я сменил обстановку Понимаете Это Уехать из Киева Допустим С большого города Выбраться Вернуться в такой маленький городок Пожить там Какие то плюсы Своя романтика То есть Ты переключаешься Ты меняешь обстановку На самом деле Как то даже больше Теперь Киев как то нравится Да После этой поездки То есть Вот так иногда Сменить обстановку Это очень даже полезно Для головы Для мозга Для здоровья Ментального Друзья На этом все Давайте заканчивать Вот ребята Я кстати оставлю номер под этим видео Не реклама Просто там сложно найти На самом деле Там по моему одни Только сдают Вот Ну на этом все Спасибо что у меня на канале Я не обещаю что у меня в ближайшее время Будут какие то много видео Потому что я сейчас на новой работе Я программист Да и Довольно много работы И довольно сложно Находить время Записывать для вас материал Потому что новая работа Новая команда Я сейчас очень много Этому времени уделяю И На выходных даже Я не хочу за компьютер Вообще садиться что-то монтировать Записывать что-то То есть Хочется просто отдохнуть Да от компьютера Поэтому Ну видео обязательно будут на канале Ближайшее время будет Очень много тем Которые я хотел бы записать для вас У меня целый список написан Там Под сотню наверное если честно Идеи у меня Очень много идей Хочется все рассказать Спасибо что остаетесь со мной на канале Друзья желаю вам удачи Берегите себя Пока А теперь внимание на центр бассейна Субтитры сделал DimaTorzok Я сейчас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok